До выборов президента Соединенных Штатов осталось 4 дня. Завершается многомесячная кампания, которая летом внезапно перевернулась с ног на голову, когда кандидата от Демократической партии, действующего президента Джо Байдена, заменила вице-президентка Камала Харрис. Сегодня будет последнее перед выборами обзорное видео. Обсудим, какие есть новости. Посмотрим, что о шансах кандидатов говорят предсказательные модели и опросы. Но перед тем, как начнем объявление. Недавно мы искали арт-директора для издания книги, и та вакансия была благополучно закрыта. Но теперь мы издаем еще одну книгу и снова ищем арт-директора. Это проектная работа примерно на месяц. Арт-директор будет отвечать за визуальную концепцию книги, подберет шрифты, цвета, стиль оформления и проследит, чтобы все получилось как задумано. Ну и, естественно, нужно будет руководить командой, верстальщиком, бильдом и дизайнером. Во-вторых, нам нужны иллюстраторы, примерно вот в таком вот стиле, как вот эти вот картинки. Особенно мы ищем иллюстраторов для создания инфографики, растровых и векторных плоских карт, схем, иконок и, возможно, других видов инфографики. Также нужны сюжетные иллюстраторы, которые умеют рисовать исторические события и, например, батальные сцены. Пишите по ссылкам в описании, если вы такие люди. Ну и отправьте тем, кого вы знаете, кто может закрыть эти вакансии для нас. Ну а теперь давайте к американским выборам. Чем кандидаты занимаются в последнюю неделю перед выборами? Катаются по митингам, которые в основном проходят в колеблющихся штатах. Штаты эти решат исход выборов, ведь в Америке президенты выбирает коллегия выборщиков. Победитель голосования в штате получает все голоса выборщиков от этого штата. Поэтому на те штаты, где и так понятно, кто победит, кандидаты особенно внимания не обращают. Колеблющихся же штатов в этот раз семь. Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Конечно, кандидаты не только туда ездили. Например, республиканец Дональд Трамп две недели назад ездил проводить митинг в Куачелле. Это город в глубоко либеральной Калифорнии. Он еще знаменит своим музыкальным фестивалем. Трамп приехал туда, чтобы поддержать кандидатов в Палату представителей. Ведь одновременно с президентскими выборами пройдут выборы в Конгресс. Переизбирается вся Нижняя Палата и треть сенаторов. И подобные визиты кандидатов в президенты могут изменить расклад. Демократка Камала Харрис тоже устроила митинг вне колеблющихся штатов. Но не во вражеском, как Трамп, а в своем. В округе Колумбия, столице Соединенных Штатов. Харрис выступила в парке Эллипс, прямо на фоне Белого дома. Место было явно выбрано не случайно. Именно там, 6 января 2021 года, свой митинг проводил Дональд Трамп. После него еще толпа сторонников Трампа пошла штурмовать Капитолий, здание Американского Конгресса. Впрочем, сейчас, в самые последние дни, кандидаты полностью сосредоточились на колеблющихся штатах. А еще нашим уважаемым кандидатам, их соратники, подложили забавную такую мину. Произошло следующее. На митинге Трампа в Нью-Йорке выступал комик Тони Хинчклев, который заявил, «Знаете, в океане действительно есть плавающий остров мусора, кажется, он называется Пуэрто-Рико», — сказал Хинчклев. Эта шутка сразу разлетелась под соцсетям. Пуэрто-Рико, если что, — это такой остров в Карибах, которым владеют Соединенные Штаты. Он не штат, а просто территория. Живущие там люди не могут голосовать на президентских выборах, и полного представительства в Конгрессе у них тоже нет. Возможно, поэтому господин Хинчклев решил, что шутить так можно. Ну, какая, мол, разница, они там все не голосуют. Однако, во-первых, на острове живут 3 миллиона американцев с американскими паспортами, а во-вторых, очень много пуэрто-риканцев живут в самих штатах и голосовать могут. Сравнением родного острова с горой Мусора и те, и другие весьма недовольны. Кстати, в американской поп-культуре пуэрто-риканцы представлены весьма солидно. Пуэрто-Рико — это родина ригетона. Политиков пуэрто-риканцев тоже хватает. Например, известная конгрессвумен Александрия Аказио-Кортес. Трамп и компания ситуацию сначала игнорировали. Потом от шутки Хинчклева все-таки открестились. Но люди не успокоились. И тут на помощь Трампу пришел Джо Байден. Он на каком-то созвоне с волонтерами решил сообщить, что это не Пуэрто-Рико мусор, а сторонники Трампа мусор. Видео, естественно, разлетелось по интернету, и трамписты начали сравнивать этот комментарий с фразой Хиллари Клинтон о корзине скверных людей. Так она назвала сторонников Трампа в 16-м году на частном мероприятии, но это улетело в прессу. Короче, вот увлекательно. Сейчас обсудим мы другие события. Сначала реклама. Посмотрите, пожалуйста. Пляжный отдых традиционно самый популярный у россиян, особенно у жителей больших городов. А что если бы можно было поехать не в курортный отель, а в собственный домик? Где-нибудь на Бали? Думаете, это недостижимая мечта? Не такая уж и недостижимая, если остальное время этот домик сдавать. На самом деле это довольно популярный вид инвестиций, и существуют компании, которые предлагают такую недвижимость под ключ. Я вам сегодня хочу рассказать про Брейк Проперти, одного из крупнейших девелоперов на Бали. Они работают с 2016 года и построили больше 44 тысяч квадратных метров высококлассной курортной недвижимости. А сейчас они запускают проект Elysium. Он расположен рядом с предыдущими объектами, то есть в уже обжитой зоне и в двух шагах от пляжа. Это тоже позволяет с большей вероятностью прогнозировать, что новый проект покажет такие же хорошие результаты, как и ранее запущенные проекты. Ведь, например, на уже построенном комплексе Бали-Ууд загрузка за прошлый год составила 88%, что является довольно высоким показателем. В комплексе будут построены виллы и компактные апартаменты с собственным садом, балконом и видом на океан и горы. Кроме того, здесь запланировано 2500 квадратных метров общественных и коммерческих пространств. Рестораны и кафе, магазины и кейворкинги, тренажерный зал, спа-центр, йога-студии, уединенные места для медитации и зоны отдыха с просторными бассейнами. Ориентируясь на предыдущие проекты, можно предсказать, что такая недвижимость может приносить 12-16% годовых. Плюс еще в том, что на Бали сезон круглый год без перерыва, да еще и поток туристов постоянно растет. Например, в апреле 2024-го их было на 28,5% больше, чем годом ранее. А это, естественно, приводит к росту стоимости недвижимости. При этом хлопот минимум, все сдается под ключ, в цену входят даже вилки и ложки. Все объекты застрахованы, застройщик дает гарантию 7 лет на качество постройки. Туристам недвижимость сдает управляющая компания, она же занимается уборкой, ремонтом и другими текущими вопросами. Вам остается только получать доход. Ну и, конечно, если вы захотите сами там отдохнуть, ваша вилла или квартира всегда к вашим услугам. Сейчас у Брейга действует акция. Вы оплачиваете только часть стоимости недвижимости, а оставшуюся часть можно будет гасить с доходов от аренды. А с промокодом MAXCADS вы получите специальные условия на обслуживание от управляющей компании, что еще больше увеличит доходность инвестиций. Все подробности по ссылке в описании. А еще у Брейга есть русскоязычный YouTube-канал, где рассказывают о тонкостях инвестиций в недвижимость на Бали. Заходите, изучайте и подписывайтесь. Продолжим. О чем конкретно говорят кандидаты? У Харрис здесь все, ну как бы так, стабильно и немного скучновато. В своих речах она выражает гордость за экономику, которая в Америке сейчас очень даже в хорошем состоянии, особенно если сравнивать с инфляцией 2020 года. Еще напоминает избирателям, что Трамп угроза демократии, если вспомнить захват Капитолия в 2021 и его попытки отменить победу Джо Байдена. Нормальный такой выверенный месседж, без каких-либо скандалов. Сторонникам это нравится. Согласно опросам, 77% избирателей демократов испытывают энтузиазм насчет предстоящих выборов, которого при кандидате Джо Байдене не было. Люди хотели за него голосовать, потому что ну а за кого же еще? Никакого хайпа раньше среди демократов не ощущалось. Пока Харрис ведет свою довольно спокойную кампанию, Дональд Трамп собирает на случай победы отряд самоубийц. В союзники к нему записался Роберт Кеннеди-младший, который ранее в этом предвыборном цикле был кандидатом на демократических праймерис, а потом просто независимым кандидатом. Кеннеди наследник известной демократической семьи. Известен он в первую очередь тем, что он антиваксер. Там все по классике антиваксеров. Вакцины вызывают аутизм, требовать от людей вакцинироваться это фашизм, давайте лучше все начнем дышать свежим воздухом и болезни пройдут сами. И вот теперь Кеннеди утверждает, что Трамп пообещал ему контроль над несколькими медицинскими службами. Это, например, Управление еды и лекарств Минздрава, FDA, которое одобряет все новые лекарства и следит за качеством продуктов. Также в будущую администрацию Трамп пригласил Илона Маска. Тот Трампа недавно официально поддержал и даже открыл собственный комитет политического действия, или ПАК. Так в Америке называют сторонние НКО, которые занимаются агитацией согласно своим позициям. Маск уже активно тратит деньги на повышение явки в ключевых штатах. Маску, одному из богатейших людей в мире, Трамп собирается доверить огромную задачу — сокращение объема трат федерального правительства. Что само по себе создает некоторый конфликт интересов. Космическая корпорация Маска, SpaceX, получает немало денег от госконтрактов. План Маска заключается в следующем. Нужно уволить кучу чиновников из всех возможных министерств. И таким образом срезать аж 2 триллиона долларов из годовых государственных трат. Вот только на зарплаты федеральное правительство тратит 271 миллиард. Откуда появились эти 2 триллиона — не очень понятно. Возможно, из пенсии и медстраховок для пожилых. А Трамп сам обещал их не урезать. Вот такие сейчас примерно новости. Еще Харрис поддержал бывший губернатор Калифорнии, республиканец Арнольд Шварценеггер. В целом, времени на какие-то сюрпризы за оставшиеся 4 дня не то чтобы осталось, но всякое бывает. Теперь давайте посмотрим, что там в опросах и моделях, которые на основе тех же опросов составляют эксперты. Сначала скажу пару слов про опросы в целом. Они могут быть ошибочны. Это нормально. У каждого опроса по отдельности всегда есть погрешность. Потому что для опросов отбирают только несколько сотен или несколько тысяч человек. Можно больше, но это огромные затраты, а сокращение погрешности минимальное. Чтобы попытаться лучше понять картину в целом, логичнее смотреть на усредненные цифры из многих разных опросов от разных компаний. Например, согласно опросам сайта 538, у Камала Харрис отрыв вперед на 1,4%. Но расклад этот может быть ошибочным. В 2016 и 2020 годах опросы, например, недооценивали поддержку Трампа. А так как в Америке странная система выборов президента, национальные опросы не имеют большого значения. И по результатам всех опросов делаются предсказательные модели. В модели в основном грузятся опросы именно по штатам. Национальные тоже используются, но лишь для оценки общего тренда и корректировки результатов. Также в модель входят всякие фундаментальные вещи, вроде демографического состава населения разных штатов, состояния экономики, времени, оставшимся до выборов, оценки явки и так далее. Такие модели корректируются после каждых выборов, подбираются параметры, которые лучше предсказывают результат по опыту прошлых избирательных циклов. В результате получается оценить вероятность победы каждого из кандидатов. Посмотрим снова на сайт 538. Их модель прогнозирует более высокую вероятность победы Трампа. 53 против 47% у Харрис. Опять же, это вероятность победы. То есть в тысячи симуляций Трамп выигрывал 526 раз, а Харрис 471. Есть также модель Сильвер Берлотин. Ее создал бывший главный редактор 538 Нейт Сильвер. На этом человеке в 538 все держалось. Именно он был главным автором предыдущих очень популярных и вполне точных моделей. Однако в 2016, как и остальные, Сильвер ошибся и дал преимущество Хиллари Клинтон. Только его модели тогда давали Трампу вполне солидный шанс победы в 30%. Пока остальные сайты всерьез оценивали его шансы в 1%. И вот сейчас модель Сильвера показывает вероятность победы Трампа в 53%. Посмотрим еще на модель журнала Economist. Там вероятность победы 50 на 50. Такое агрессивное пожимание плечами. Газета The Hill дает Трампу шанс в 53%, сайт Split Ticket в 52%, но уже Харрис. В общем, в целом вывод такой. Шансы кандидатов равны и ничего не понятно. Тут стоит отметить одну проблему с опросами. Есть такое понятие Paul Hurding, то есть ходить стадом. Понятие это означает, что компании, которые проводят опросы, хотят точно предсказать результат или, по крайней мере, правильно предсказать победителя, не сильно ошибиться. От этого зависит будущее к ним доверие, финансирование и так далее. Из-за этого компании пытаются, ну, подстроиться под консенсус, который есть. Не всегда осознанно. И они могут сдвигать результаты опросов к тем, что выглядят более правдоподобно. Или отвергать результаты, которые сильно отличаются от других контор. Не обязательно с плохим умыслом, но эффект такой есть. Вот и сейчас многие фирмы просто публикуют опрос за опросом с результатами 50 на 50 или типа того. Потому что тогда можно сказать, была реально близкая гонка, мы вот так и не смогли понять и предсказать, кто победит. Но все равно были правы. Все такие опросы загружаются в усредненные цифры и модели, поэтому там результаты тоже могут приближаться к 50 на 50. Собственно, такие цифры сейчас там и есть. Какие данные загрузил, такой результат и получил. Насколько серьезным этот эффект окажется в этот раз, мы узнаем только по результатам самих выборов. Такие дела. Выборы пройдут 5 ноября. В ночь на шестое по московскому времени. В течение дня мы должны узнать результаты. В 20-м году считали несколько дней, но тогда был ковид и много бюллетеней отправляли по почте. В этот раз должно быть быстрее. Ну а еще, опять же, пройдут выборы Третьей Сената и всей Палаты представителей. От их состава будет зависеть, как успешно президент сможет править страной. По оценкам, республиканцы вернут себе контроль над Сенатом, а в Палате представителей прогноз плюс-минус равный. Будем следить за происходящим. После выборов тоже может быть интересно. Например, реакция проигравшей страны, как в 2020. Увидим. Ну и, конечно, вам расскажем. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова